Думаю, что нужно, конечно же, нужно это заполнять. Я думаю, что нужно принудительным порядком, может быть, организовывать какие-то, ну, я не скажу пионерские движения, но тем не менее, как я вспоминаю свое детство, мы ухаживали, мы помогали всеми ветеранов, мы ухаживали за музеем ветеранов, мы собирали макулатуру. И мне очень нравится, что до сих пор, мне кажется, во многих квартирах сохранились радиоточки, потому что это тогда была замечательная история, потому что играли концерты, играл Чайковский, Рахманинов, Шопен, все что угодно, читали Пушкина, читали, ну, просто даже элементарный кортик, то есть люди сидели вроде оточки. Все-таки я считаю, что некая радиопропаганда, она должна быть, ну, конечно же, я считаю, что обязательные какие-то моменты образования, они должны быть именно на уровне государства, потому что все-таки человек должен знать некоторые сказки, человек должен знать литературу, человек должен знать музыку. Я считаю, что это не насилие некоторое, я считаю, что это во благо. То есть все-таки музыкальное, художественное, литературное образование должно быть некоторым образом, чтобы оно было действительно вменяемо и чтобы оно достигло своей цели. Потому что когда наша Россия скакнула, простите меня, из просто полной безграмотности в одну из самых читаемых стран мира, и когда просто буквально за 50 лет, я не знаю, кто это сделал, может быть и радио, может быть и просто наши хорошие, великие литераторы, поэты и Серебряный век все это сделал. Но мы скакнули просто, я считаю, что, не знаю, там, мне кажется, там многие другие бы страны, это сделали бы, не знаю, за век, а мы сделали это за 20-30 лет. Поэтому не нужно терять именно вот эту некоторую заботу о том, чтобы мы были наши дети и просто-просто подростки, не знаю. Просто люди стали, слышали, слышали хорошие, слышали хорошую речь, слышали хорошие слова, слышали хорошую литературу. Вот так.